Продолжение следует... ...климата и ландшафта в биоклимленд Сергеем Кирпотиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. С каждым годом мы сами, обычные жители, замечаем, что и уровень снежного покрова становится все выше, и, соответственно, паводки какие-то еще явления. Скажите, вот это действительно все проявление глобального потепления так называемого? Проявление глобального потепления главным образом заключается не в том, что климат теплеет в целом на земном шаре, в том, что резко увеличивается количество экстремальных погодных и природных явлений. Поэтому, когда к нам приходят морозы, обыватели, да и некоторые ученые начинают вдруг говорить о глобальном похолодании, о том, что ученые обманываются. На самом деле все это является проявлением глобального потепления, которое привело к неустойчивости, нестабильности климатической системы планеты, в том числе и региональной нашей системы. Нельзя совершенно четко и строго сказать, что каждый год у нас будут усиливаться паводки. Но общая тенденция прослеживается? То есть, например, в ближайшие 5, 10, 15 лет какие-то есть прогнозы, чего нам ожидать, к чему готовиться? Одно можно сказать вполне определенно, что от глобального потепления, вот как мы рассчитываем, в Сибири никому хорошо не станет. Каждый год будет возрастать количество экстремальных погодных явлений. Сильные ураганные ветры. Сейчас торнадо с завидной регулярностью наблюдаются практически во всех регионах Сибири. Количество таких экстремальных погодных явлений и природных, оно очень резко возрастает. И это основной атрибут нестабильности, расшатанности климатической системы. В целом, несмотря на такие перепады и резкие колебания климата, все-таки наблюдается устойчивая тенденция к его потеплению. Если рассмотреть циркумполярный регион вокруг всей Арктики, то здесь наиболее горячей точкой потепления климата является именно Западная Сибирь. Сергей Николаевич, то, что обсуждают в интернете не первый год, такие надежды всех сибиряков, что Сибирь когда-то станет как юг. Есть ли такая тенденция? Действительно, может ли у нас стать настолько же тепло, как и в Краснодаре, к примеру? Тепло – это не главное, что будет происходить. Да, более южные культуры мы высаживаем, но, например, в Сибири начал с огромной скоростью распространяться колорадский жук и другие более теплолюбивые вредители. Начинает на севере оттаивать мерзлота. Начинают оттаивать серьезнейшие, опаснейшие патогены. О некоторых вещах мы просто не знаем, что еще оттуда, например, может вытаить. Насколько наши города, может быть, даже за пределами городов, наши территории подготовлены к таким катаклизмам? Количество метеостанций в бывшем Советском Союзе было существенно большим, чем сегодня. А каждая из них, особенно станция, оснащенная современным оборудованием, это дополнительная точность для прогноза, это новые количественные данные, которых катастрофически не хватает. Но кроме подобных служб, которые надо не просто восстанавливать, но усиливать, важнее намного заниматься не устранением последствий того, что случилось, что-то страшное. И на что мы тратим огромные ресурсы, проще и дешевле заниматься по возможности профилактикой этих событий. Но для этого нужен очень точный прогноз. Сделать это бывает иногда невероятно сложно. Вот даже сегодня, конечно, в этих условиях мы, по идее, должны готовиться и ожидать экстремально высокого поводка. Но все будет зависеть от того, как будет этот снег сходить. Либо он сойдет за неделю, и тогда, конечно, ужасно, что будет наблюдаться. Либо он будет сходить постепенно порциями. С другой стороны, в этом году была невероятно сухая осень. Несмотря на то, что зимой выпало рекордное количество снега, почва при этом абсолютно сухая. Если этот снег начнет постепенно таять, то почва начнет заряжаться влагой. И очень много влаги может уйти просто в эту почву. Если он будет сходить постепенно, а, скорее всего, именно так и произойдет, то будет в этом случае сильный поводок, но, скорее всего, не рекордный. Сергей Николаевич, большое спасибо вам за разговор. Надеюсь, что на многие вопросы сибиряков мы ответили. В частности, да, по поводу предстоящего поводка. А я напомню, что на тему климатических изменений и предстоящего масштабного поводка мы разговаривали с доктором биологических наук и директором Центра исследований биоты, климата и ландшафтов «Биоклимленд» Сергеем Кирпотиным. КОНЕЦ КОНЕЦ